После окончания института я поехал по распределению на Дальний Восток. Это была моя мечта с детства. Я, столичный житель, выросший в каменных джунглях мегаполиса, мечтал покорить тайгу. Полету моих фантазий, конечно, не было предела. Я даже предположить не мог, какой это тяжелый труд работать в тайге. Летом комары и гнус, зимой лютые морозы и снег выше колена. Романтика как-то быстро и куда-то испарилась. Наступили суровые будни, но мне это даже нравилось. Закалялся мой мужской характер. Новые знакомства и новые неизведанные места производили на меня неизгладимые впечатления. Была макушка лета. Геологическая партия наша занималась поисками в Уссурийской тайге. Многодневные маршруты, особенно в те годы, когда почти не было вертолетов, и это каждый геолог хорошо знает, являются самыми тяжелыми и трудоемкими. Поэтому подготовка к таким маршрутам ведется всегда тщательно и скрупулезно. Ведь какая-нибудь мелочь, упущенная в подготовке, может свести на нет, а то и просто сорвать многодневные затраченные усилия. Составили мы с товарищами подробный список необходимого и стали собираться, тщательно сверяясь со списком. В сумку задвинуты набор карандашей, шариковая ручка, резинка, циркуль, масштабная и командирская линейки для нанесения обозначений на карты. Далее два молотка, изготовленных по особому заказу. Два горных компаса в футлярах уселись на брючном поясе, на нем же и нож в ножнах. Н, но и количество матерчатых мешочков для образцов и пород. Ну и конечно же лоток для отмывки шлихов. На ноги без вариантов кирзачи, другой обувки в партии нет. Не забыть их обильно смазать дегтем. Ковбойка фланелевая, на голову платок. Поскольку макушка лета, то палатку не берем, хватит одного тента. Берем на все дни гороховые и гречневые концентраты, банки армейской тушенки и банки сгущенки. Затем плитку чая, пачку пеленого сахара и сухари. Для готовки один небольшой алюминиевый казанок и армейский котелок. Курева по блоку сигарет на нос. Спички, запаянные в полиэтилен. И, наконец, оружие. Каждому по дробовику одна стволка. Патронтаж снабжен полным набором патронов. Вот теперь все. Все это уложили тщательно в рюкзак, прицепили казан, котелок, лоток. Завтра рано вставать, утром из нашего поселка отходит рейсовый автобус, следующий как раз до того села, близ которого начинается маршрут. Утром вскочили ни свет, ни заря, успели сглотнуть завтрак, заботливо приготовленные нашей поварихой и провожаемые добрым напутствием товарищи погрузились в автобус. Через несколько часов тряска и езды добрались до конечного пункта. На третий день в середине маршрута на тропы увидели свежие звериные следы. Да еще какие! След круглый размером с хорошую миску. Позвал товарища. Смотри, кто это? Тот слегка побледнев ответил тихим голосом. Это он. Хозяин тайги. Тигр. Он. Отошли мы подальше от места трогательной встречи с хозяином тайги и стали искать место для ночлега. Вскоре над второй террасой увидели вертикальный довольно высокий скальный выход. Поднялись на террасу и решили устроиться спиной к скале. Перед собой развели костер, предварительно натаскав сушняка столько, чтобы хватило на ночь. Правда, мы где-то слышали, что тигры не боятся огня. Но с огнем все же как-то спокойнее. Поужинали наспех, но ложиться не захотели. Было не до сна. Сидели спиной к скале, ружья наготове и покуривали, чутко прислушиваясь к ночным звукам. Всю ночь, чтобы не заснуть бывалые геологи, нам, молоднику байки, травяли про встречу в тайге с медведем и тигром. Сперва пугали студентов-геологов страшилками про диких зверей, а потом учили, что надо делать, если встретишься в тайге с его хозяевами. Но больше всему мне запомнилась одна история, и горькая, и смешная, и поучительная. А дело было так. Жил в деревне один егерь Пахомыч. Нехороший был человек, злой, мстительный и нелюдимый. С местными жителями не общался, но очень привечаем был начальством, местным в почете у него был. К местным егерь был беспощаден в отношении нарушения закона на охоте и рыбалке. Оно, конечно, может быть и правильно, но ты тогда и сам безупречным должен быть, если уж такой принципиальный. А на деле, наоборот, получалось. За любую, даже самую невинную провинность местных люд он оказывал и нещадно штрафовал. А начальникам своим и депутатам всех мастей позволено было и тайгу жечь и разорять, и зверье нещадно стрелять. Как всегда, двойные стандарты, что позволено Юпитеру, но, а дальше вы сами знаете. Водил ягерь хозяев своих на охоту в тайгу. На заимке у него в тайге пьянки-гулянки устраивали, в банке любили там попариться. Всячески угождал он начальничкам. Чем платили они ему, никто не знал, но глаза закрывались на все его нарушения закона. Охотились они там на медведя, на волка, на кабанов и на дичь всякую лесную. Ставили капканы и селки. Рыбу сетями вылавливали, хотя это было запрещено. Хорюса, сега, форель. В общем, беспредельничали по полной. Заимка его таежная крепкая была, богатая, почти что дом бревенчатый, за высоким забором из кольев. На заимке то и мебель из дерева была шикарная, и камин из натурального камня, чучело животных всяких, не заимка, а дом охотничий. Коллекция охотничьих ружей у Пахомача была отменная, дорогая очень. И вот как Тарас поступил Пахомачу заказ на шкуру тигра от очень высокого начальства на уровне одного из самых верхов краевого руководства. Тогда драли большие штрафы за убитого тигра, но егере заверили, что ему будет все разрешено, получит хорошие деньги за шкуру. Кому-то наверху очень хотелось свой дом украсить тигром. Егерь этот никогда на тигра не охотился, боялся, но до того был жадный, что все-таки согласился. Деньги посулили немалые. Пошел он по тайге выслеживать зверя. Наконец-то охотнику стали попадаться все признаки недавнего присутствия тигра. Следы показывали, что он только что прошел здесь. И вот на небольшом расстоянии от себя за деревьями он увидел зверя. Это был тигр. Медленно, но важно, со свойственную ему только одному гордой осанкою, прошел он мимо, один раз рявкнул в воздух и остановился левым боком. С повернутой в сторону егерей поднятой вверх головою, похлестывая себя хвостом по ребрам. Прицелился пахомыч в красавца зверя, а руки в этот момент у него дрожали без удержу. Выстрелил. Промах. Зверь убежал. Хорошо, что не ранил, подумал егерь. Надо уходить срочно отсюда. Тигр – зверь опасный, коварный и мстительный. Тигр имеет обыкновение, когда его преследуют, выходить на следы преследователей, идти сзади них и нападать с тыла. Это его обычный маневр к нападению. Поэтому от греха подальше вернулся егерь на заимку, собрал по-быстрому необходимые вещи и ушел в деревню. Решил пока затаиться и на заимку не показываться. Боялся, что тигр не простит его, выследит и убьет. Пару месяцев не показывался он на заимке, отказывался дружков своих на охоту водить. Когда, выждав время, он таки пришел на заимку, то от удивления, злости и отчаяния чуть не лопнул. Каким образом зверь попал в дом, непонятно. Возможно, выломал входную дверь. Что натворил хищник в доме егеря, трудно описать словами. Тигр только что по потолку, наверное, не бегал. Разбито было все. Вся утварь, мебель, подушки, одеяло и матрасы разодраны в клочья, которые тонким слоем покрывали весь пол в доме. Мебель изодрана и исцарапана. Чучело зверей и птиц сбиты со стен и уничтожены. В довершение, ко всему этому погрому все это было щедро и обильно полито тигриной мочой. Запах стоял такой, что глаза резало. Егеря чуть не снесло этой вонючей струей, когда он вошел на порог дома. Все было безвозвратно потеряно в этом доме, в том числе и коллекция охотничьего оружия. Понятно было, что никогда он не сможет избавиться от этого запаха. Все звери за версту будут его чуять. Пришлось ему бросить эту заимку навсегда и больше никогда туда не возвращаться. А вскоре еще одна неприятность случилась. За то, что он не добыл шкуру тигра и не ублажил прихоти своих хозяев, ему отомстили. Уволили с работы, припомнили все его прегрешение перед законом и завели уголовное дело. Вот так вот, наказал Пахомыча тигр. А мы до самого рассвета просидели у костра. Утром, позавтракав, на скорую руку спустились вниз. Огляделись. Следов нигде не видно. Пошли дальше. Следов нет. С осторожностью, с оглядкой начали работать. Все было тихо. Следы больше не появлялись. Больше мы хозяина тайги не встречали. Понравилась история? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, впереди еще много всего интересного. Всего доброго!